Мы находимся в Институте органической химии имени Академии Козелинского, беседуем с членом корреспондентом Академии наук, руководителем лаборатории химии Глика Коньюгатов Николаем Эдуардовичем Нефантьевым. Николай Эдуардович, я хотела бы начать наше интервью с вопроса о вашем отце, замечательном российском советском химике, тоже членом корреспонденте, которого звали Эдуардом Евгеньевичем Нефантьевым. Это он вам привил любовь к химии? Вы под его влиянием выбрали эту профессию? Очень интересный вопрос, я бы даже сказал, довольно неожиданный. Да вы что? Почему? Ну, в наших кругах имя отца, конечно, очень хорошо известно, но вот я не знал, что журналисты тоже в курсе. Значит, история такая, у меня путь в химию был не совсем обычный. Дело в том, что в школьные годы я был таким отчаянным юнатом. Вот, я занимался в очень известных кружках, один в Дарвиновском музее, которым руководил Петр Петрович Смолин, а его ассистентом был Николай Николаевич Дроздов, в то время молодой ассистент или, там, может быть, уже доцент. А также я ходил в кружок на Ленинских горах, юнатом. И через этот кружок я ездил в экспедиции с институтом Гамалии. Я несколько лет ездил, и мы занимались распространителем тулеремии лептоспироза, и, в принципе, я собирался на биофак. И вот мой отец как раз, Эдуард Евгеньевич Нефанцев, он меня урезонил и отговорил. Он сказал, что, правильно очень сказал, что нужно лучше знать химию, чтобы понимать природу биологических процессов. И вот, собственно, то, чем я занимаюсь, это как раз приложение знаний химии, понимание структуры молекул для того, чтобы разгадывать механизм протекания природных процессов, в частности, прежде всего мы занимаемся развитием инфекции. Ну и это критически важно для рационального дизайна соответствующих лекарственных препаратов, вакцин, диагностику и тому подобное. Так что, конечно, в этом отношении роль отца очень важна была. Вы занимаетесь синтетической химией углеводов, гликотехнологиями и гликобиологией. Сразу хочется спросить, а что это такое? Здесь критически важна приставка глика. Она происходит от такого понятия структурного элемента гликозидная связь. Вот гликозидная связь – это критически характерный фрагмент производных углеводов. Поэтому в научные лексиконы вошли сегодня и гликонауки, гликотехнологии, функциональная гликомика. Все знают про понятие геном, протеом, но никто не знает гликом. Но гликом и гликомные исследования – это то, что сейчас определяет вообще вектор развития живых систем. А что такое гликом? Гликом – это весь комплекс углеводных молекул, присутствующих внутри, на поверхности и внешней оболочке клетки. И понимание механизма биосинтеза этих углеводных молекул, образующих гликом и специфику их структуры при развитии заболеваний, критическую роль этих молекул при клеточном распознавании, при взаимодействии клеток между собой, либо патогенов с клеткой при инфицировании. Все это создает основу для создания, для дальнейшего дизайна вакцин, лекарств, диагностиков и каких-то других функциональных, очень сложных и ценных соединений. Расскажите о конкретных исследованиях, которые ведутся в вашей лаборатории? Природные производные углеводов, которые представлены на поверхности клетки, они присутствуют в очень небольших количествах. То есть для того, чтобы проводить междисциплинарные исследования с этими соединениями, и тем более разрабатывать, например, какие-то лекарственные препараты или иммунобиологические препараты, совершенно невозможно выделять достаточное количество веществ. Поэтому вот в нашей жизни самая критическая стадия — это синтез природных гликосоединений, углеводных производных. Причем мы должны получать их не только со строго определенной структуры, но и функционализированном виде. То есть мы к ним должны пришивать какие-то метки, носители, дополнительные фрагменты. То есть все то, что должно потом вызывать сигнал или какую-то дополнительную функцию в биологических экспериментах. Но углеводные молекулы очень сложны. И, в принципе, из-за этой сложности, собственно, исследования углеводных молекулы, гликомные исследования, они начали развиваться фактически только вот где-то в 80-е годы. Так вот я имею в виду динамично развиваться. И здесь это не просто так. Это произошло из-за того, что появились новые аналитические методы. Прежде всего прогресс спектроскопии ядерно-магнетного резонанса и массоспектрометрии. И это, собственно, и помогло изучать природные углеводные молекулы. Они настолько сложны, что фактически даже общие какие-то методы органической химии часто не срабатывают при их получении. Приходится каждый раз под новый и новый класс соединений, которым мы занимаемся, разрабатывать свои синтетические стратегии, подходы и какие-то новые методы. Причем, вот что я хочу подчеркнуть, несмотря на то, что это органические соединения, часто их получение невозможно с использованием каких-то хрестоматийных методов, а те реакции, в которых участвуют производные углеводы, часто вообще протекают против каких-то догм органической химии. Ну, например? Вот я могу последний пример привести, которым мы очень много сейчас занимаемся. Это так называемая пероназид-фурнозидная перегруппировка, то есть это реакция, при которой шестичленный цикл перонозных остатков, углеводных перонозных остатков сужается до пятичленных циклов. В принципе, с точки зрения органической химии, это практически невозможно, потому что это запрещено энергетически. Но мы нашли условия, при которых можно эту реакцию сделать направленно, и таким образом мы впервые синтезировали очень-очень интересные для прикладных исследований соединения, которые сейчас очень широко используем. А в чем его интерес? Остатки, которые получаются в результате этого процесса, представлены в антигенных структурах ряда патогенов. Это и бактерии, и грибы. И когда вы имеете препаративный метод получения этих соединений, вы можете их синтезировать в любых количествах и использовать для соответствующих гликотехнологических разработок. Есть ли у вас какие-то конкретные препараты, которые вы уже смогли получить на основе ваших исследований? Да, есть о чем рассказать. Расскажите. Есть о чем рассказать. Вот вы сейчас вывели меня на тему фронозидной перегруппировки и образования фронозных остатков. В частности, такие структурные звенья характерны для так называемого галактомонана, патогенного гриба аспергилосфомегатус. Это очень опасный патоген. Он атакует людей с ослабленным иммунитетом. В частности, сочетание ковида, о котором мы сегодня все знаем, и аспергилосфомегатус увеличивает смертность больше, чем в два раза. То есть, фактически, если люди... Также онкологические больные, люди с присаженными органами. Абсолютно. Все люди, которые находятся в реанимации, они находятся в зоне риска. И для того, чтобы обнаруживать эту инфекцию, нужно иметь надежную диагностику. Вот сегодня мы знаем, что есть диагностика антительная, антигенная. В данном случае нужен антигенный диагностик. И в результате того, что у нас были эти соединения, мы смогли провести весь комплекс дополнительных, серьезных разработок. Провели соответствующие испытания. С индустриальным партнером сделали пилотные образцы. Зарегистрировали. Причем мы зарегистрировали не по сокращенному сценарию, а по полнообъемному. То есть, мы получили регистрационные, бессрочные удостоверения. И сейчас этот диагностик, он входит в практику, нашу клиническую. Это очень серьезное достижение. И сейчас мы аналогично... То есть, это была прецедентная разработка, потому что мы использовали несколько новых подходов, которых просто вот не было. И сейчас мы резко расширяем... А что это значит прецедентная разработка? Таких продуктов не было. Никто не верил нам... Обычно говорят беспрецедентно, если такого раньше не было. Это создало прецедент. А, понятно. То есть, явление беспрецедентное до того, а сейчас это прецедентно. А разработка прецедентная, уникальная. Мы сейчас такие же подходы используем для создания диагностиков, для обнаружения других грибковых патогенов, бактериальных патогенов и тому подобное. Вот. Ну, этим, конечно, не ограничивается наша работа. Я знаю, вы еще вакцинами занимаетесь. Да, мы очень много занимаемся. Вот в этой части что у вас, какие успехи? Ну, вот как раз вот то, где мы сейчас с вами находимся, это территория, которая запланировала нами как вот такое вот место, где мы будем нарабатывать образцы для выпуска вакцин. Вы называете это место фармакологическим оазисом? Ну, это, так сказать, вот мы так. Между собой. Между собой, да. Но звучит хорошо. Да, фармакологический оазис. Действительно, мы его отстроили. Мы разработали концепцию, по которой мы можем взаимодействовать с фармацевтическими компаниями, с тем, чтобы не нарушать правила, стандартов производства лекарственных средств. И как раз вот здесь мы собираемся нарабатывать, после того, как мы докупим все остальное, все, что нужно, мы будем нарабатывать образцы так называемых легандов для создания вакцин. И это будет действительно тоже очень серьезный прецедент, потому что мы работаем над созданием вакцин так называемого третьего поколения. Сегодня то, что присутствует на рынке, до того, как не был обрублен поток западных продуктов, это вакцины первого и второго поколения. То, что мы делаем, это самый высокий технологический уровень сегодня. А в чем отличие? Отличие заключается в том, что мы для конструирования вакцин используем именно синтетические олигосахаридные леганды, которые отбираются в результате очень таких вот систематических исследований в сотрудничестве с иммунологами, бактериологами, клиницистами и другими специалистами. И здесь мы занимаемся созданием как календарных вакцин. Это ведется непосредственно в сотрудничестве с индустриальными партнерами. Вот по календарным вакцинам мы работаем с предприятиями группы компании Ростех. Это с их фармацевтическими флагманами. Я имею в виду акционерного общества Нацимбио и акционерного общества Микроген. Мы давно с ними взаимодействуем. Это уже очень такое продуктивное взаимодействие нами выполняется. Но кроме вот этих календарных, которые должны поставляться для национального календаря профилактических прививок, мы занимаемся активно разработкой так называемых первых в классе вакцин. То есть вакцин, которых нет еще ни у кого. Здесь мы работаем прежде всего по бактериям. Мы сконцентрированы на бактериях из группы Эскейп. Группа Эскейп – это аббревиатура из первых букв названия шести бактерий, которые Всемирной организацией здравоохранения признаны угрозой человечеству. Что это за бактерия? Это антибиотикорезистентные бактерии. Это то, что на слуху. Это и золотистая стафилококка, и синегнойная палочка, и клепсиэлопонимания, которой мы особенно много занимаемся. И целый ряд других. Тут я, кстати говоря, уже раз я отметил Ростехнологии, то здесь я с большой благодарностью, с радостью отмечаю акционерное общество Airfarm. Это одна из лидирующих компаний в стране в области фармацевтики, которая давно, полномерно и разнопланово поддерживает наши работы. У нас очень хорошее сотрудничество сейчас уже тоже с представителями производственных дивизионов этой компании. Я думаю, что не за горами уже продукты и в этом направлении. Хотя у нас есть вакцины в испытаниях, причем в международных испытаниях. То есть эта работа идет очень разноплановая и активная. Я видела, что у вас в лаборатории много молодежи. Где вы их берете? Это очень хороший вопрос. И хорошо, что вы эту тему отметили. Мы сейчас походили по институту. Вы, наверное, видели, что действительно очень много молодых лиц. А вот я хочу вам сказать, что вчера было Бюро отделения химии, наук и материалов. И мы обсуждали достижения института. И все обратили внимание на цифру. В районе 350 человек у нас студентов, аспирантов, дипломников, молодых. Те, которые проходят обучение в институте. Действительно, это выдающееся количество. Когорта аспирантов – это почти 100 человек. Это делается не просто так. И это мы достигли не за один день. Больше 30 лет назад, когда при нашем институте работал еще кружок для школьников химический, мы начали привлекать талантливых ребят. Потом старшее поколение нашего института. Прежде всего я хочу отметить Олега Матвеевича Нефедова, Владимира Александровича Тартаковского. Они приложили большие усилия для создания так называемого Московского химического лицея. Это химическая школа. И Высшего химического колледжа Академии наук. Это как факультет в Менделейском университете. Это были первые шаги по созданию учебной системы института. Сегодня у нас есть и другие лицейские классы. У нас есть другие кафедры. У нас есть междисциплинарная кафедра в МГУ, на химическом факультете МГУ. Мы участвовали в создании химического факультета в высшей школе экономики. Другие вузы нам активно поставляют хороших ребят. Даже медицинские вузы поставляют. Это все источники для прихода молодых талантливых людей в институт, заинтересованных в химических исследованиях. И, что особенно сегодня важно, в междисциплинарных исследованиях, которых химия составляет базовую основу. Вы сказали о том, что, будучи юнатом, вы занимались... Что-то было связано с Гамалеей, да? С институтом Гамалеи. Да, я ездил в экспедиции Гамалеи. Изучал распространителей разносчиков, тулермии и лептоспироза. В смысле экспедиции, которые он сам организовывал? Этот институт Гамалеи, да, проводит каждое лето экспедиции. Я туда и ездил, да. Но сейчас мы все знаем этот институт как производителя вакцин, в частности от ковида, знаменитый спутник. Вы с ними продолжаете сотрудничать? У вас с ними сохранилась взаимосвязь? Это тоже хороший очень вопрос. Дело в том, что специфика института Гамалеи, она вот нам очень подходит. Я знакомый с директором института, академиком Гинсбургом, из целой когорты, широкой когорты видных, так сказать, исследователей из этого института. У меня даже с кем-то есть статьи, но каких-то систематических проектов не было. Но, тем не менее, вот буквально недавно мы увлеклись проблемой бруцелла и бруцеллеза. Дело в том, что есть такие анализы, которые предсказывают через несколько лет ситуацию чрезвычайную, близкую чрезвычайную с бруцеллезом и в ряде регионов России, и в соседних государствах. Что происходит? Ну, потому что это очень опасное заболевание, инфекция, которая разносится, укрепляется. Каким образом она распространяется, что является носителем? Ну, носителей здесь очень много. Это и домашние животные, и молочные продукты из них, и мясо, и дикие животные, которые ходят через границу и приносят нам. Это, конечно же, иммиграция населения. В Москве сегодня создается специализированное подразделение для лечения бруцеллеза. Очень важное направление. И здесь есть очень большая потребность создания эффективной специфичного диагностикума, для того, чтобы правильно определять. К сожалению, то, что сегодня используется, это далеко от идеала. Мы это уже знаем, потому что мы закупили ряд продуктов, проанализировали, и видим, в общем-то, неправильные композиции. И в некоторых диагностиках мы вообще не видим маркерного компонента, к сожалению. Они всегда показывают, что нет инфекции. И такая же проблема есть. Каким же образом они проходят испытания и попадают на рынок? Это вопрос не ко мне. То есть все пробы отрицательны? Да, но это действительно проблема, потому что часто используют биотехнологический компонент, продуцент его мутирует, и уже выделяется совсем не то, что должно бы выделяться. И есть очень большая потребность создания современной вакцины. Опять же, вакцины третьего поколения, как мы работаем, для того, чтобы достигать специфическую защиту, не перенапрягать иммунную систему, чтобы не вызвать какие-то побочные явления от вакцинации. И в этой связи как раз вот, как раз в этой связи мы сейчас начали очень плотное сотрудничество с лабораторией барацеллеза из Института Гамалея. Это то, что вы меня спросили. Его в него вовлечены ведущие специалисты не только из этого института. Мы очень хорошо сотрудничаем со специалистами по барацеллезу из ВГНКИ. Это ветеринарный наш контрольный институт, где есть тоже вся база по ветеринарным аспектам барацеллеза, с клиницистами, с нанотехнологами, потому что мы хотим делать разные конструкции диагностических средств. И это очень хороший проект. И вот, конечно, здесь мы реализуем весь потенциал, который есть и в нашем институте, и в институте Гамалея. Я думаю, что опять с двумя плюсами это гарантировано. Академик Гинзбург любит говорить о том, что наступает век вакцинации, когда появляются все более эффективные вакцины от всех возможных заболеваний. И получается, что мы должны вакцинироваться и от ковида, и от гриппа, и от пневмокок, вот теперь еще барацеллез, и перечень инфекций, от которых надо бы вакцинироваться, нарастает их все больше. Как вы считаете, не будет ли это ударом по нашему иммунитету? Не станет ли человечество слабеть под напором этих вакцин, пусть даже третьего поколения? Вакцины необходимы, но не необходимы для вакцинации каждого гражданина. То есть должны быть разделены, выделены когорты для людей, которые, например, находятся в группе риска. Вот у нас есть регионы, где просто-напросто эпизодия, например, того же барацеллеза. Конечно, этих людей надо защищать. Есть какие-то другие истории. Вот, например, мы сейчас очень сильно подходим к созданию вакцины против грипповых инфекций. Дело в том, что все люди, я подчеркиваю, все люди, которые идут на серьезную операцию или на какое-то серьезное медикаментозное лечение в условиях госпиталей, они находятся в группе риска для подцепления грипповых инфекций. И этих здоровых людей нужно укреплять, конечно, перед такими серьезными процедурами. Их нужно вакцинировать, в том числе от грипповых инфекций. Да, да, да. Такого продукта тоже нет нигде в мире. Мы очень плотно работаем в этом направлении. У нас очень серьезные заделы. И, кстати говоря, я хочу отметить, что эти заделы стали возможны именно благодаря тому, что те крупные компании, с которыми мы работаем, это и предприятие Ростех, и Эрфарм, они помогают нам с получением неуглеводных компонентов, которые нужны при конструировании вакцин. Таким образом, вот сейчас мы можем действительно этим делом серьезно заниматься, потому что при производстве вакцин каждый компонент должен быть сертификатом соответствующего качества. Я знаю, что не только антибиотикорезистентность является сегодня проблемой, но и устойчивость к различным антимикотикам. Это тоже проблема, о которой мало говорят, но на самом деле она существует. И если человек уже заболел каким-то микозом, то вылечить его чрезвычайно сложно. Поэтому вакцинация была бы здесь спасением. Да, здесь спасение... На самом деле нужно смотреть на вот эту острую проблему, которая совершенно недопонята еще в нашем обществе, совершенно другими какими-то глазами. Почему недопонята эта проблема? Потому что нет эффективных диагностиков. Вся статистика, которая в мире сегодня есть, она очень приблизительна. Например, считается, что количество смертности от грибковых поражений уже сегодня сопоставимо с смертностью от туберкулеза. Но туберкулез очень надежно диагностируется, а грибковые инфекции, как правило, диагностируются уже после того, как человек скончался при вскрытии. И таким образом можно убедительно, совершенно обоснованно утверждать, что смертность от грибковых инфекций, она превышает смертность от туберкулеза. Почему нужно шире на эту проблему смотреть? Дело в том, что есть ситуации, когда нужны биотехнологические продукты для профилактики. Здесь вакцинация нужна. Но здесь нужны и продукты, которые будут работать тогда, когда антибиотики не смогут выполнять свою терапевтическую функцию. И здесь тоже, благодаря тому, что мы синтезировали олигосахаридные антигены, представленные на поверхности грибов, можно сделать терапевтические антитела. Это тоже мы знаем сегодня из ковидной истории. Терапевтические антитела для того, чтобы их использовать в качестве специфических, максимально специфических терапевтических средств для лечения людей, которые оказываются уже фактически в такой зоне риска, из-за того, что они имеют инвазивные микозы, то есть внутренние микозы, которые не видны снаружи. Те антибиотики, которые есть в арсенале сегодня, они просто не успеют спасти человека. И мы сейчас как раз планируем такой серьезный проект. Мы его очень плотно обсуждаем с академиком Габибовым. Это директор Института биорганической химии. В этом институте как раз собрана вся вот эта кухня для получения терапевтических антител. Углеводы у нас, кухня для получения терапевтических антител там. У них есть база по доклиническим испытаниям в Пущино. Я думаю, что если мы найдем подходящего размера финансовую поддержку, то мы довольно быстро, благодаря тому, что вот у нас есть весь необходимый набор компетенции, сделаем соответствующий продукт. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Кулакова